Они Юры, да? Да, да, ага. Вы как-то поближе малейко. Далёко так. Это наше собрание после... В Барнауне собираемся, а здесь вот тоже самое собрание. Отдельное занятие. Лена, объяви. Занятие в час. Так, вы знаете, что на этой неделе у нас было? Дождались, пришёл бульдозер. Я хочу поблагодарить всех, кто участвовал в этом. У нас тут старшая сестра... Ну, вот там она. Ну, её не было. И Ирина Устинова взяла на себя. Организовали кому, когда всё настолько было слажено. Вот утром заправлять. Горючего нету. Игорь Александрович даёт. Потом рассчитаемся. Заправить надо. А как заправить-то? Бульдозер-то мы там оставили. Значит, в обед накормить надо. Вечером привезти надо. И всё это взял на себя Сергей Павлович Попов. Настолько это для нас было облегчённо. И сделали. Кто был на втором мостике, его не узнаешь теперь. Вот на этой неделе, если Господь благословит, я звонил Евгению Долгову. Песок. Он говорит, это не моя организация, у меня нету. Но я знаю. Я говорю, так проехал бы, чтобы он сыпал, а потом размазать. Только валят на бок. А на бок это в воду или в отвал. Он говорит, перед подъездом второй мостик найти площадку и туда вываливать. А у меня есть такие, которые идут с ковшом, поднимают почти полторы тонны. И потом грейлер пришлю. Я говорю, ты приехай, покажи, где он обещал вроде бы. Значит, есть возможность кому-то взять эти расходы на себя. Мне вот это удовольствие обошлось 150 тысяч. Я уже, уже половина заплатил, осталось только за отправку сколько? Отправку её привезли сюда. Сразу 25. Два дня поработал, мне пришлось 59 тысяч отдать. Вчера посчитал, там ещё 80. Но ясное дело, что дверь открыта. Песок, кто может взять на себя? Всё, зажмурились. Мы же стараемся не для себя. По трассе развести не для себя. Я беру на себя, чтобы потом не говорили, что я захватил самые укромные места. Самые лучшие места захватил у Господа. Ну, все отвернулись, не слышат. Плотками плотно завязали уши. Значит, я выношу от себя уже благодарность всем, кто участвовал. Ему каждый день баня была. Лена сказала, будет, значит, было. Он до того удивлён. Леонтьев Алексей Лаврентьевич, 66 лет. Он говорит, я в окчистике не работаю. Его на самую затычку, он нашёл его и дал. Он делал такую работу и как разгладил, смотреть даже определённо. Это невозможно. Мы хотели поднять, где коров поете. Ну, весной перехватывает. Ну, опустилась плотината, ужалась. Бачка, не отвлекай, отойди в сторонку. Ну что, сантиметра 20. Поднял его. Уровень почти полтора метра. Это вообще невероятно, как можно так сделать было. Я стоял, вот так руки поднял. Не езди, не езди, когда он разравнивает. Гусеница наполовину над пропастью смесится. Я знаю, как опять попятится, утопщет, опять подхватит, опять принесёт. Это Бог сделал нам такого. Вы и с этой стороны. Теперь я скажу, что у меня любовь изменилась в одном месте. Когда начинали вот этот, где купаемся, Камагориха, теперь он назывался лагерный. В это время Устина Владимир Александрович и говорит, да это что. Вот Рыжковский пруд, это дело. У меня сразу раздела дощадело. Я пошёл, осмотрел, сфотографировал, её пригласил. А там прорва, там рыбачье вот такая. Самая большая глубина по пояс была. Сегодня три с половиной метра. Он её расширил и поднял ещё на полметра. И посередине семь чашек оставил, ну сколько, я называю это, ножи или чашки. Чтобы в случае чего или как-то. Там рыба уже, мы запустили нынче семьсот карасей туда. Здесь вы знаете, что у нас было. Мы три раза были. Три раза мы, ну один раз, потом на следующий день. И каждый раз, за один раз вытягивали больше центнера рыбы. Да, мальки, но когда они всё равно погибают здесь. Здесь тоже уже больше три с половиной метра. Я сказал, будь ты старшим над этим. Нигде больше не поучаствовал. Сказал, похвалил и ушёл. Но если ты сказал, и мой опыт говорит, значит ты осмотрел, Рыжковский хороший, ну возьми на себя. Мы как-то в отделе ездили с Благовещенской вестью и дошли где-то до Иркутска. А Игорь Третьяков говорит, так мы так идём. Так тут можно и до Владивостока дойти. Я говорю, а я что делаю? Раз ты предложил, ты бери. А у меня дома с отцом такое дело, бизнес. Слово-то нехорошее такое по-русски. Я говорю, будем молиться, я тебе предлагаю. Он пришёл, товары ниоткуда не пришли, ничего нету. И пришлось ему ехать до Владивостока, порт Находка. Ты предложение сделал хорошее. Батюшка сказал насчёт Симаковского пруда, мы называем Костровым. Я сказал, не отпускать. До этого приехал этот же самый, который руководитель бульдозером. И они купили или получают, я не знаю как земснаряд назвать, три с половиной миллиона отдают. Это деньги нам не подручные. И они решили испытать себя на нас. Где? На Камагорихе. А я полюбил больше, любовь всё изменила. К Симаковскому к этому. Теперь там можем поднимать. Отец говорит, там такие караси водились. Но посила будет или нет, но всё готово. Если они будут, ну сколько они возьмут. Защитку одного пруда, вот это миллион тогда запросили. Я конечно расстался с ними. А раз у них у самих ещё опыт такой, может там что-то как-то договоримся. Вот я теперь напоминаю, что такое община. Одно дело делали. Я не упрекаю вас в этом. Нету вам некогда, свои дела. А мы с удовольствием взялись. Ну, молитвы хотя бы поддержите. Я спёкся настолько, что у меня нога левая, как казалось, отнялась. Я же целыми днями перед ним, куда чашку положить, где взвинуть. И вот так вот он спишкой, тут у меня плашки им руководил. И он ни разу нигде не воспротивился. В одну канистру 21 литр выходит, 18 взял в долг. Урывка там, договорился он. И ни разу не остановился, ни разу не воспрекословил. Только покажу вот этот край, мне кажется надо. Не успею ничего сделать, он уже делает. А сёстры там готовят, батюшка там барашка. И он говорил, не надо. Ну, у нас столько всё было. Он, да я не хочу столько есть. А сам сухощавый такой. И не сказали, что он курит. И ни разу не вело курящего. Вот Господь же это делает так-то. Я ему о Боге начал говорить. Он не пошёл сюда. Я, говорит, боюсь. Так уехал сейчас. Ну, нет платформы вот его возить-то. Уехал в Барнаул и сразу позвонил. С таким радостным голосом, куда я попал. Он другим рассказывает теперь. Я благодарю всех, кто в этом деле участвовал. И нам обед привезут. Сергей привезёт. Мы отдельно. Палатка отдельно. Вместе клеёнка. Всё это на одном. Но на двух краях. Вот дело ваше доброе, что вы поддержали. Нам этого достаточно. Вы за те пруды не платили. Не надо. Господь помогает другим путём. Значит, насчёт песка вот говорю. А тут один человек у нас опять тот же самый говорит. Ну, что он делает? Кабы гравием посыпать-то. Я передаю. Передайте отцу. Ну, уступи твоя пенсия в четыре раза больше моей. Ну, выпиши гравием этого щебня, машины три. И сверху песка посыпать. У нас навсегда будет цело. Теперь насчёт коров. С той стороны, если можно, не загоняйте. Дайте пройти туда. Мы его загородили уже в Симаковске. Уже ограды. Сейчас мы шлюз заканчиваем. Ещё объявление. Кому рыба нужна, хотите порыбачить. Скажите нам. Нам теперь не хватает одного человека и двое ребятишек. Один раз только неводом зайти. И сколько на четверть? На четыре части рыбы делим. Это килограмм двадцать-тридцать. Охотники будут на будущее? Кто-нибудь? Рыбаки настоящие. Игорь Валентинович. Поплавок не хочет. Ну, кто шнурки, говорите. Кому предложение сделать, когда мы пожелаем один раз зайти. Мы сделали так, не в это трудно вести. Мы сделали крюки из берега, как бурлаки на Волге. Там и там тянут. Специально твёрдо такой толщины верёвка. Петлёй сделано. И один тянет здесь, а те там внутри. А то его не сдвинешь. Она мелкая. На будущее, когда мы думаем пойти, к кому можно обратиться на помощь. Благодарю Бога, Никита. Исааки, хочешь сходить когда-нибудь? Пока у нас Сергей Павлович здесь. Потому что погода... В воду-то не залезешь так. Ну, представьте, я же вам разносил кому караси, хорошие же. Много мелких. У меня объявлений больше нет. Давай, иди сюда. И ты пойдёшь. О! Вот это я понимаю. Нам ещё одного надо, чтобы веточкой идти и по воде хлопать, чтобы рыбу от берега отгонять, к нам загонять. Ещё одного такого. А где этот Тихон-то приезжал? А, он уехал. 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 Батюшка посмотрел, им сказал, они пришли. Вы по одной, по две ямки выкопали? По две. По одной? По две, по две. По две ямки. А там с той стороны, чтобы коровы не насыпь, они любят бодать. Мы её огородили уже всю. А можно мне веточкой? Вы просто, кто пасёт, на ту сторону. Тетя Люба говорит, веточкой может. Веточкой можно мне. Я просто люблю. По воде. По воде. Большая ветка. Такая вот до Назаря. Ну, если дети могут. Идти по берегу, и больше ничего не надо. Рыба будет готова. Да, вот я из этого и иду. Ну, молодец, Люба. Всё. С Богом. Хорошая неделя была. Леночка, благодарю за баню особо. Я тебе говорю, когда помогаешь, тот же день решить.